ДПС ГИБДД ДПС ГИБДД ДПС ГИБДД ДПС ГИБДД требования. Что нет-то? Я не согласен. Ну, не согласен, не согласен. Судец скажет это. Только за первую ночь командировки на ряды спецбата задержали трех пьяных водителей и оформили полтора десятка нарушений помельче. Понятые? 0,26. 0,26. 0,26. 0,26. Командировка продолжается. Что ждет торговцев некачественным бензином? Какие авто признаны самыми надежными? И каков возраст среднестатистической машины, продающейся на вторичном рынке в Тюмени? Обо всем этом в рубрике «Автоновости». Средний возраст продаваемых в Тюменской области автомобилей вырос с 6 до 11 лет. Период, когда состав машин с пробегом в регионе был наиболее молодым, пришелся на 2012 год. Тогда средний возраст, реализуемых жителями авто, составлял 6 лет. Однако в дальнейшем показатель начал увеличиваться. В 2013 году 8 лет, в 2015 – 10, а в нынешнем еще на год старше. Опубликован законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за некачественный бензин. Штрафовать будут изготовители и продавцов. На первый раз сумма штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей. Помимо этого, предлагается конфисковать некачественное топливо. За повторное нарушение требований тех регламента предусмотрены штрафы в размере 2 миллиона рублей. Либо приостановка деятельности юридических пицц на срок до 90 суток с конфискацией некачественного горючего. Эксперты составили рейтинг самых надежных машин. В топ вошли 44 модели. В сводном рейтинге среди легковых авто победили Honda Jazz, Mazda 2, Chevrolet Avia и Hyundai i20. В сегменте компактных кроссоверах лучший результат показали Renault Duster, Opel Moco и Mitsubishi ISX. Toyota Prius, Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi Lancer показали лучший результат среди легковых автомобилей в классе C. Наиболее надежными внедорожниками премиум-класса названы Mercedes M-Class, BMW X5, Audi Q10 и Lexus RX. Завершение программы записи дорожных инцидентов. Прошедшая на прошлой неделе буря принесла не только хаос и разрушение. Некоторые предприимчивые тюменцы использовали затопленные улицы для развлечений. На улице Монтажников, например, они привязали к джипу тросы и устроили серфинг. Ну, хоть какая-то радость. Гораздо меньше радости получил другой спортсмен-любитель. Все на той же улице Монтажников велосипедист верхом и на красный попытался пересечь пешеходный переход. Чего никак не ожидала девушка за рулем Мерседеса. К счастью, судя по тому, что велосипедист встал сам, обошлось без особых травм. Сразу три машины столкнулись в центре Тюмени. На перекрестке Орджоникидзе и Советской водитель ВАЗ-2114 внезапно решил повернуть из правого ряда налево и воткнулся в ладу со встречного направления. Водитель джипа, едущий за нарушителем, не успел среагировать и добавил многострадальный 14-й в корму. К счастью, пострадало только железо. Присылайте свои записи на нашу электронную почту info.sobaka.trtr.ru А также ищите наши аккаунты в социальных сетях в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Лучшие ролики мы обязательно покажем в программе ТСН-регистратор. Редактор субтитров А.Семкин